С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 18 марта, день Парижской коммуны. Это революционное правительство, которое было сформировано в марте 1871 года. После перемирия между Францией и Пруссией в Париже начинаются волнения. Они перерастают в революцию, в результате которой в этот день было установлено самоуправление. Оно, правда, продолжалось недолго, всего лишь до 28 мая этого же года. Однако Парижская коммуна вошла в историю. У родившихся в этот день в 1858 году в этот мир приходит Рудольф Дизель, немецкий инженер, который изобрел двигатель, названный его именем. Дизель, говорят, был очень тщеславным человеком. После получения патента он написал семье в Мюнхен. Моя идея настолько опережает все, что создано в данной области до сих пор, что можно смело сказать, я первый в этом новом и наиважнейшем разделе техники на нашем маленьком земном шарике. Я иду впереди лучших умов человечества по обе стороны океана. 1869 год. День рождения Невилла Чемберлена, британского премьер-министра, безуспешно пытавшегося заключить мир с Гитлером. А в 1959 году родился Люк Бессон, французский кинорежиссер. Подземка, Пятый элемент, такси и многие другие картины. В 16 лет Бессон хотел изучать дельфинов, но потом у него случился какой-то неприятный инцидент, после которого нырять под воду уже было нельзя. Юный Бессон очень расстроился. Потом взял лист бумаги, разделил напополам и написал список своих любимых и нелюбимых дел. Оказалось, что ему необходима творческая профессия. В итоге он ее и выбрал. Борис Грачевский, кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусства России, родился в 1949 году. Многолетний руководитель детского юмористического журнала «Яролаш». 1980 год. Алексей Ягудин приходит в этот мир. Российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы. А в 1982 году появляются на свет актрисы театра и кино, близняшки Татьяна и Ольга Арнтгольц. И вот что интересно, с обеими мне удалось сняться в разных, правда, картинах. Ну а теперь о некоторых событиях этого дня. 1662 год. Первая служба общественных автобусов «Амнибус» начинает действовать в Париже. Он был придуман знаменитым французским философом и естествоиспытателем Блезом Паскалем. Сестра изобретателя писала, что к дворцу, перед которым расположились четыре кареты, прибывают два комиссара полиции в сопровождении более десяти лучников и стольких же конников. Когда все было готово к началу движения, один из комиссаров произнес торжественную речь, в которой отметил общественную выгоду нового мероприятия и от имени короля пригрозил кучерам строгим наказанием, если те вздумают произнести хоть одно бранное слово. В России производством электрических автобусов занимался завод «Дукс». Благодаря его усилиям в 1901 году появились автобусы, которые могли перевозить до 10 пассажиров со скоростью 20 км в час и проезжая до 60 км без подзарядки. Прямо электробус какой-то. 1869 год. На заседании русского химического общества неким Меншуткиным от имени Менделеева сделано сообщение об открытии соотношения между свойствами элементов и их атомными весами, получившего впоследствии известность под названием «Периодическая система химических элементов». 1892 год. Учрежден приз для лучшей хоккейной команды – Кубок Стэнли. В марте этого же года генерал-губернатор Канады Фредерик Артур Стэнли покупает в Лондоне серебряную чашу примерно за 49 долларов, что в нынешние времена составило бы примерно 1200 долларов. Первоначально чаша называлась «Хоккейный кубок вызова Доминиона» и ее разыгрывали победители разных лиг и ассоциаций. А внутренним делом НХЛ он стал только с 1927. Даже в наше время Кубок Стэнли формально не принадлежит НХЛ, а используется лигой по соглашению с двумя канадскими фондами. 1917 год. Император Николай II, великий князь Михаил Александрович отрекаются от престола друг за другом. Позже царь арестован. Проходит Всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов. Приказом военного министра временного правительства Александра Гучкова отменены некоторые статьи воинских уставов. Так, офицеры теперь должны были обращаться к солдатам на «вы». 1958 год. В Москве открывается первый международный конкурс музыкантов-исполнителей имени Чайковского. Лауреатам открывались огромные перспективы в их дальнейшей музыкальной жизни. Поэтому для пианистов и скрипачей из 23 стран мира победа на первом конкурсе была очень важна. Лауреатами стали сильнейшие музыканты из СССР, КНР, Румынии. Но затмил всех победитель конкурса пианист из США Ван Клиберн. Он покорил не только членов жюри конкурсантов, но и всю советскую публику и навсегда остался в памяти ценителей музыки. 1960 год. Первая передача телевизионного клуба кинопутешествий. С 1973 ведущим до самой смерти в 2003 году являлся Юрий Александрович Сенкевич. Передача внесена в Книгу рекордов Гиннесса как старейшая программа российского телевидения. Ну и последнее. 1965 год. Пилот космического корабля «Восход-2» Алексей Леонов совершает первый в мире выход человека в открытый космос. Общая продолжительность составляет 20 минут. При возвращении в космический корабль возникают трудности, которые связаны с увеличением размеров скафандра космонавта в вакууме. В таких условиях Леонов все-таки сумел, что называется, протиснуться внутрь космического корабля. Ну а на следующий день в районе Перми совершает посадку спускаемый аппарат космического корабля «Восход-2». У этой посадки тоже были свои сложные особенности. Продолжительность пребывания космонавта в космосе составила одни сутки, два часа, две минуты и 17 секунд. Очень сложный и такой важный полет. Геройский. С вами был Николай Певненко в проекте «Дата».